Привет! Ужасная авиакатастрофа над океаном уносит жизни многих людей, и лишь один маленький мальчик выживает. Он беспомощно летит вниз, где его подбирают дельфин-снежок со своей мамой. Поскольку морские млекопитающие тоже дышат воздухом, они учат малыша жить, как другие дельфины и берут в свою семью. Но годы идут, и парень начинает задаваться вопросами о своем происхождении. Все-таки он мало похож на обитателей глубин. Однажды он заплывает в темные воды запретной долины, и ему начинает открываться правда, принять которую будет очень тяжело. Маленький дельфин-снежок веселится в океане. Он заплывает в темные воды, где видит странное синее свечение. Это оказываются щупальца осьминога, которыми дельфина сразу хватают. Снежку нужно всплыть на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, но злодей удерживает его. Детеныш зовет свою маму Нану, и осьминог пугается и прячется среди руин. Но он не хочет отпускать дельфинов и сбрасывает на них тяжелые трубы, которые были закреплены на затонувшем подъемном кране. Нане удается увернуться от большинства из них, но последняя заставляет их нырнуть прямо внутрь трубы. Снежок проскакивает насквозь, но мама оказывается в ловушке, когда труба падает на дно. Детеныш хватает немного пузырей воздуха, которые дает ему мама, и спешит наверх, но ему снова мешает проплыть навязчивый осьминог. Вдруг прямо на них сверху падает большой предмет, который дает снежку время сбежать. Позже Нане удается растолкать трубу и освободиться. Она зовет сына, и он подплывает к ней с каким-то существом в руках и просит оставить его себе. Это оказывается человеческий младенец, которого Нана срочно поднимает на поверхность, чтобы тот подышал воздухом. Вскоре остальные подводные жители с удивлением расспрашивают снежка, откуда взялся его новый друг. Когда он сообщает, что нашел его в Черной долине все начинают тревожиться, потому что туда строго-настрого запрещено заплывать. Упоминание осьминога тоже вызывает страх в их глазах. Снежок поднимает своего гладкокожего друга наверх, чтобы он вдохнул воздуха, и вскоре на собрании появляется черепаха, которая выполняет роль старейшины. Ему показывают мальчика, и старец заключает, что он не опасен, но человеке нужно будет много заботиться. Нана поначалу растеряна, но затем надувает для него под водой большой пузырь с воздухом, чтобы мальчик мог спокойно спать внутри. Снежок берет на себя задачу научить нового младшего брата всему, что ему нужно знать, чтобы жить в океане. Они осваиваются и начинают вместе хулиганить. Нана всегда оказывается рядом, чтобы защитить детей от глубоководных опасностей. С годами снежок и мальчик-дельфин становятся все более неразлучными, и Нана чувствует гордость, когда видит успехи детей. Но мальчик постепенно начинает задаваться вопросом, почему он так отличается от своей семьи. Снежок быстро понимает, что сболтнул лишнего, и пытается доказать брату, что он все-таки дельфин. В результате он только добавляет подробности о том, что нашел мальчика внутри гигантской ракушки, упавший с неба. Под страхом наказания они вместе отправляются на место падения в запретную зону. Мальчик открывает люк и проникает в затонувший самолет. Сидевшие внутри осьминог сразу пользуются возможностью тайно улизнуть. Братья замечают светящийся планктон, который оказывается очень приятен на вкус. Когда они собираются уходить, мальчик замечает ожерелье с портретом женщины и решает взять его с собой. После они с дельфином резвятся и выпрыгивают из воды прямо напротив бородатого рыбака, который замечает странную парочку. Позже друзья обсуждают их вылазку в запретную зону, и их слышит Нана, которая вернулась домой пораньше. Она ругает братьев за непослушание, но мальчик, который всегда думал, что он просто дельфин-калека без хвоста и плавников, собирается вернуться обратно, чтобы найти своих настоящих родителей. Если это и правда моя мама, как ты могла лгать мне все это время? Обиженный он уплывает, и Снежок с Наной следуют за ним. На этот раз на месте кораблекрушения откуда-то взялись шипастые растения, но мальчик все равно готов вплыть вперед. Тут появляется Нана, которая вызывается выполнить задание вместо них. Снежок показывает ей медальон с портретом женщины, а мальчик извиняется за свои грубые слова. Но как только мама отплывает, шипастые растения начинают стремительно расти, угрожая перекрыть собой выход из Черной долины. Нану тоже настигает монстр с гигантскими щупальцами и запирает внутри самолета. Она кричит детям, чтобы они поскорее уплывали, но мальчик остается и отчаянно пытается открыть люк, чтобы спасти маму. Но в процессе у него заканчивается воздух, и парень теряет сознание. Нана просит Снежка спасти брата, и дельфин со всей скорости плывет на поверхность, прорываясь сквозь острые шипы. Они успевают выбраться, а после просят помощи у рыб и черепахи. Все кричат, что детей нужно наказать за то, что они снова нарушили главный морской закон. Но старец командует поскорее спасать Нану. Вдруг их прерывает Осьминог, который выплывает из-за рифа. Снежок нападает на него, но огромный монстр легко отбрасывает его в скалы. Он многократно вырос, пока сидел в заточении в самолете. Когда тот упал прямо на него, Осьминог оказался в ловушке. Несколько лет ему приходилось питаться только светящимся планктоном, и он стал от этого гораздо сильнее. Злодей пускает повсюду свои чернила, которые отравляют воду и заставляют всех рыб встать на сторону Осьминога. Это он запер Нану в самолете, а сейчас держит черепаху в своих щупальцах, потому что считает, что под водой не место тем, кому нужен воздух. Снежок снова атакует, требуя отпустить старейшину, но тоже попадает в мертвую хватку. Пока Осьминог благодарит дельфина за случайное спасение, мальчик подбирается сзади для внезапной атаки, но маленькая палка в его руках не помогает справиться с монстром, и он тоже попадает в плен. Друзья все еще пытаются вырваться, чтобы спасти маму, но Осьминог отвечает, что человеку для этого нужно подняться на поверхность, а не нырять глубже в океан. В это время над ними появляется лодка, которая тащит за собой большую рыболовную сеть. Желая избавиться от всех воздуходышащих, Осьминог командует рыбам отнести мальчика и дельфина прямиком в сетку. Снежок кусает щупальца и успевает ускользнуть. Мальчика вылавливает рыбак и доставляет на сушу. Старик оставляет его капитану Мурвариду и быстро уезжает, думая, что ее нет, спасся после кораблекрушения на прошлой неделе. Пока мужчина заботится о мальчике, его шокирует изображение женщины на ожерелье. Когда мальчик-дельфин просыпается, он поражен, впервые увидев рядом другого человека. Он быстро находит приготовленный им обед и съедает его. После он пытается сбежать, но падает, поскольку очень плохо умеет ходить, и будет спящего Мурварида. Мужчина старается удержать парня, но он настойчиво ползет вперед и добирается до пляжа, где видит дельфинов, которые выбросились на берег, чтобы спастись от осьминога. Среди них и Снежок, который не подает признаков жизни. К счастью, Снежок жив и очень рад увидеть брата, который тоже цел и невредим. Они сердечно обнимаются, и мальчик спрашивает о Нане. К сожалению, она погибла, так и не выбравшись из самолета. Братьев охватывает горе, но у них нет для этого много времени. Пора отправляться обратно в море. Мурварид снова в шоке от того, что мальчик говорит с дельфином и помогает дотащить животное до воды. Когда мальчик готовится уплывать, капитан вдруг кричит ему про забытый медальон. Он утверждает, что знает его маму и может отвезти мальчика к ней. Парень решает остаться с человеком и прощается со Снежком. Дельфин отпускает брата, взяв с него обещание, что когда он найдет женщину, она станет мамой и для дельфина. На следующее утро мальчик просыпается и с непривычки падает с кровати, думая, что поплывет по воздуху. Он ползет к выходу из комнаты и слышит снаружи причитание жены капитана, которая не понимает, где шляется ее муж. Через щель мальчик замечает маленькую дочь пары, которая называет женщину мамой. Услышав это, он очень взволнованный и после тайком выбирается из комнаты. Он добирается до оживленного рынка и начинает громко звать маму в надежде, что она откликнется. Парень натыкается на разных женщин, но все они оказываются чужими мамами, а не его. Вдруг мальчик слышит крик о помощи, который исходит от одной из палаток. Внутри он видит рыбку, которая умоляет спасти ее из рыбного магазина. Продавец замечает воришку, но парень уже несется по рынку с аквариумом в руках. Торговцы начинают преследовать преступника из профессиональной солидарности, но юркий парень добирается до набережной и со всей силы бросает аквариум в океан. Удивленные мужчины не понимают, зачем вор выбрасывает свой улов. Рыба выпрыгивает из аквариума, чтобы вкусить долгожданную свободу, но неудачно приземляется обратно вместо своего заточения. В это время капитан посещает богача Маджида на его корабле. Он напоминает ему о паре и заявляет, что наконец-то нашел человека-амфибию, который может общаться с дельфинами. Мужчину поднимают на смех, но Маджид предлагает проверить его слова. Он приглашает Мурварида с его мальчиком-дельфином поучаствовать в соревнованиях ныряльщиков, которые поднимаются на драгоценные ракушки. Тут на корабле появляется жена капитана, которая ворчит на мужа, но их прерывают недовольные торговцы, которые приносят с собой хулигана. Они думают, что это сын Мурварида, и мужчина не отрицает этого. Он забирает мальца домой, позже объясняя жене свой поступок. Говорю тебе, жена, это не ребенок, а сокровище. Я смогу купить новый корабль и вернуться в море. С тех пор, как его прошлый корабль затонул, мужчина сам не свой. Жена не очень рада такой перспективе, но семье очень нужны деньги. Она принимает мальчуга, на которого моет и одевает в человеческую одежду. Мальчик быстро учится, а Мурварида покупает лодку на деньги, которые занимает у знакомых. На ней они отправятся в море, чтобы поучаствовать в соревнованиях ныряльщиков. Мальчик и капитан часто плавают в океан, чтобы продолжать встречаться с братом-дельфином. В один из дней братья встречают под водой таинственного дайвера, который старательно ищет что-то на дне моря. Капитан рассказывает мальчику о соревновании и мечте купить новый корабль, на котором мужчина сможет привезти мальчика-дельфина на остров бабули Зары. Много лет назад он отвез его маму к целительнице и не знает, живы ли они. Но мальчик верит, что обязательно встретит маму и прыгает в воду, чтобы попросить старшего брата помочь ему победить. Вскоре наступает день соревнований, и в океан выходит огромный корабль Маджида, с которого будут нырять опытные участники. Люди богача насмехаются над маленькой лодкой Мурварида, но те с мальчиком уверены в победе. Ныряльщики погружаются под воду, и парень следует за ними. Он встречает снежка и садится на его спину, и с шеи мальчика слетает амулет. Рядом оказывается таинственный дайвер, который подбирает украшения и внимательно смотрит на фото. Вскоре первый ныряльщик Маджида возвращается с уловом и рассказывает, что мальчуган заплыл слишком далеко и не сможет вернуться назад. Но Мурварида отвечает, что его мальчик Дельфин еще удивит остальных своими трюками. Маджид настолько уверен в своей победе, что предлагает повысить ставки, и Мурварида соглашается. Пока его ныряльщики несут все больше ракушек, богач ставит на победу свой корабль, а капитан кафе своей жены. Соревнование подходит к концу, и мальчик забирается в лодку с сокровищами, которые он собрал. Видя совсем небольшое количество ракушек, Мурварида разочарован и горько плачет, принимая поражение. Маджид снова издевается, предлагая капитану вакансию официанта в своем новом кафе. Но тут мальчик открывает раковины, и внутри них оказывается драгоценный жемчуг. Мурварида прыгает от счастья. Внезапно их лодку атакуют. Капитан успевает закинуть жемчуг себе в рот, прежде чем его вырубают бумерангом. Вместе с мальчиком их берут в плен пиратки, которые требуют выдать им жемчуг. Мальчик думает, что среди женщин под масками скрывается его мама и выдает, что капитан проглотил драгоценности. Пиратки сначала хотят вспороть пленнику живот, но затем просто дают фруктов, чтобы жемчуг поскорее вышел сам. Затем женщины начинают танцевать и играть на волынке, и капитан решает присоединиться к ним. Тем временем мальчик замечает акулу на пойманной лодке. Побыв на воздухе, она освободилась от чар осьминога и просит мальчика помочь ей вернуться в море. Парень сбрасывает акулу за борт и видит брата, который следовал за ними после похищения. Оказывается, Мурварида знает секретную песню пираток, и за это женщины решают снова связать подозрительного типа. Они решают отвезти его к своему лидеру и для этого прибывают на Красный остров. Хотя у Мурварида завязаны глаза, он догадывается, где они, и рассказывает о своем прошлом визите сюда. Все это время за ними на лодке следовал старый рыбак, который вытащил мальчика на берег. Он и был тем дайвером, что нашел амулет. Они входят в большую пещеру в скале и видят внутри бабулю Зару. Она сразу узнает мужчину и ругает его за то, что он так и не вернулся с помощью, хотя обещал. Старушка уже 10 лет ухаживает за бедной женщиной, которую привез Мурварида. Капитан шокирован тем, что спасенная им девушка все еще жива, но Нахид, как ее называет женщина, находится между жизнью и смертью. Она не приходила в сознание, хотя продолжает лить слезы, которые являются чудодейственным лекарством. Она иногда бормочет во сне о своем сыне, которого оставила белому дельфину, а также говорит что-то о черном зелье. Тем временем мальчик спускается вниз, где видит Нахид, которая наполовину погружена в озеро из своих же слез. Ее длинные волосы оплетают ее тело со всех сторон. Это действительно его мама, но она пока не может ничего ответить сыну. Вечером у костра Зара вспоминает тот роковой день, когда случилась авиакатастрофа. В ней погибли все, кроме Нахид и ее сына. Самолет упал прямо на корабль Мурварида, и ему пришлось спасаться в воде. После он спас женщину и привез ее на остров. Нахид была в бреду и все время говорила о своем малыше. Капитан уплыл, но поскольку остался без корабля, не смог вернуться на остров. Бабуля Зара сомневается, что Нахид когда-нибудь поправится, но в ее теле находится противоядие, которое нейтрализует любой яд. В этот момент старый рыбак выдает свое присутствие, заявляя, что давно искал упавший самолет, потому что в нем перевозили особое вещество, которое способно помочь Нахид. Женщина везла его с собой. Рыбак говорит, что только мальчик с дельфином заплывали так далеко, и теперь у него есть шанс спасти свою маму. В море сейчас очень опасно, и мальчик наконец нашел свою мать после стольких лет. Хотя остальные взрослые протестуют против опасного плана, парень настроен сделать все возможное и ночью крадется мимо пещеры. Старик следует за ним. Все это время жена Мурварида пытается найти мужа, но рыбаки думают, что он уплыл в море от стыда после унизительного проигрыша. Один из них предлагает поискать у его старого знакомого, который живет в маяке, и женщина отправляется туда. Старик и мальчик приплывают на место крушения самолета, но снежок предупреждает, что осьминог совсем обезумел и к нему не стоит приближаться. Но в итоге все равно сажает брата на спину и ныряет вглубь темной долины. Там их останавливает краб, которому промыл мозги осьминог и назначил его главным стражником. В подчинении у него легион крабов, которые подчиняются ему из-за особой раковины. Тут мальчик срывает раковину со спины начальника и бросает ее подальше, приглашая крабов драться за право обладать высоким званием. Обманув охрану, братья плывут вперед и находят пожилую черепаху. Старейшина в плачевном состоянии. Он объясняет, что чернила, выпущенные осьминогом, превратили всех его друзей в рабов, и только дышащие воздухом имеют иммунитет. Видимо, поэтому злодей и хотел выгнать их всех из океана. Но если братья наглотаются чернил, им тоже не сдобровать. Каждый день осьминог выходит к приспешникам, чтобы спеть свою песню и заодно полакомиться беспомощными рыбами, и в это время можно пробраться мимо его логова. Мальчик с дельфином проплывают мимо опасности, укрываясь в черных облаках чернил. Они добираются до самолета и снова находят внутри светящийся планктон. Мальчик догадывается, что его свойства обусловлены тем самым лекарством и следует за планктоном, чтобы найти заветный контейнер. Он возвращается на поверхность с ним в руке и отдает лекарство рыбаку. Мужчина очень рад наконец достать препарат и тут же меняется в лице, сбивая мальчика с лодки. Парень зовет снежка, чтобы отобрать лекарство у обманщика и запрыгивает обратно в лодку. Он бросается на рыбака и сдирает с него накладную бороду. Самозванец решает рассказать правду о родителях мальчика. Вместе с ними он занимался наукой и проверял препарат на рыбах, желая сделать их больше и заработать на этом денег. Но морские существа также становились очень агрессивными, и одно из них погубило отца парня. Тогда Нахид сбежала с препаратом в надежде спасти человечество от опасного вещества. Мужчина не собирался позволить ей уйти и вызвал крушение самолета. В подтверждение его слов жена Мурварида находит штаб-квартиру злодея внутри маяка. Но подлец не просто так рассказывает эту историю. Все это время он выливает вещество в океан. Таким образом он привлекает гигантского осьминога, который выплывает на поверхность и сажает мужчину себе на голову. Удар щупальца в дребезги разбивает лодку и мальчик еле успевает выпрыгнуть из нее. Предатель пытается застрелить его своим гарпуном, но снежок спасает брата и уплывает вдаль. По пути дельфин проглатывает чернил и заболевает. Тем временем на Красном острове все понимают, что произошло. Перед отъездом рыбак повредил корабль пираток и они не смогут его догнать. Они думают, как спасти мальчика, но тут он появляется на горизонте вместе со снежком. Дельфин уже смирился с тем, что вскоре станет рабом осьминога и хочет уплыть подальше, но брат останавливает его. Зара просит срочно принести слезы на хит, чтобы вылечить снежка. Мальчик рассказывает, что ему поведал рыбак. Он расстроен, что его мама когда-то была с предателем заодно. Мурворит и Зара убеждают, что на хит сделала все, чтобы предотвратить катастрофу и еще не все потеряно. Внутри ее тела есть противоядие, а значит оно течет и в крови ее сына. Зара дает слезы на хит снежку, спасая его от чернил. Мальчик намерен бороться с осьминогом и дальше. Нужно не допустить, чтобы черное зелье окутало весь океан. Зара приказывает вылить все слезы на хит из пещеры прямиком в залив и вода в нем очищается. Братья прыгают в океан и за ними следует капитан, которого подбирает жена на корабле. Она очень недовольна увидеть его в компании молодых пираток. Мальчик и снежок встречаются с другими дельфинами и черепахой, чтобы сразиться с осьминогом. Враг с хозяином уже выдвинулся, чтобы преодолеть пролив и захватить весь океан. Союзники заманивают рабов осьминога в чистые воды на берегу Красного острова, чтобы переманить на свою сторону. Так злодей лишается своей армии, а море все сильнее очищается от чернил. Люди начинают нырять в воду, чтобы помочь, и за ними прыгает даже капитан Мурварит. Мальчик командует спасенными друзьями, чтобы они отвлекли осьминога, пока он с братом нападает на его хозяина. В это время враги сидят на дне моря, производя чернила, чтобы восстановить контроль над морскими существами. Союзники атакуют, но им не удается прорваться через вездесущие щупальца. Неужели тебе нравится быть таким? Да, еще как нравится! План снежка с братом провалился, и их ловят следом. Ситуация кажется безнадежной, но тут появляется капитан, который втыкает в тело осьминога копье. От неожиданности монстр сбрасывает с себя хозяина, и люди набрасывают на животное сеть. Рыбак успевает ухватиться и дать осьминогу еще препарата, прежде чем его сбивают братья. От этого существо мутирует еще больше, приобретая воистину ужасающий вид. Он вырастает из воды огромным исполином и с легкостью уничтожает корабль Мурварита и его команды. Люди спешат выпрыгнуть за борт, и хозяин осьминога празднует победу. Но его радость была недолгой. Животное полностью выходит из-под контроля и пожирает мужчину вместе с банкой препарата в руках. Монстр погружается обратно под воду, а из разрушенного корабля вытекает топливо, в которое бьет молния, поджигая его. Пожар угрожает тонущим в воде людям, и дельфины сажают их на спины, чтобы спасти. Мальчик-дельфин замечает осьминога, плывущего прямо к острову, и опасается за судьбу своей мамы. Слезы паренька напоминают дельфину кровь из носа, и мальчик вспоминает слова Зары о том, что в его жилах тоже течет противоядие. Братья придумывают новый план, и Снежок добрасывает мальчика до кита, который плывет неподалеку. Мальчик просит Снежка присмотреть за его друзьями и мамой, а сам запрыгивает в отверстие на спине кита, чтобы его выбросило струей высоко вверх. Он летит прямо в пасть монстра, спасая остров от разрушения. Вскоре начинается дождь, который очищает воду в океане, и люди празднуют победу. Но никто не знает, куда делось чудовище и мальчик. Капитан Мурварит не хочет верить, что случилось непоправимое, и выходит в море на лодке. Он берет барабан, звуком которого зовет мальчика, чтобы он выплыл из глубин. В это время паренек находится на дне океана, он все-таки выжил, хотя был сильно ранен в бою. Неожиданно из волшебных светящихся морских звезд появляется мама мальчика. Нахид спасает сына и отдает Снежку, прежде чем скрыться в пучине. Дельфин относит мальчика в лодку Мурварита, где мужчине удается привести его в чувство. Океан полностью очистился, а мальчик Дельфин и Снежок начали жить на Красном острове вместе с их друзьями. Осьминог тоже выжил, но вернул себе свой обычный размер и теперь прячется от разгневанных на него жителей моря. Что же стало с мамой мальчика, никто не знает. Кроме капитана Мурварита, конечно, который не упустит шанс рассказать о своем легендарном приключении. Хотя многие животные в мультиках ведут себя очень мило, даже дельфины, которые считаются очень умными и дружелюбными, могут быть опасны в дикой природе. Известны случаи, когда они не только помогали тонущим людям, но и наоборот утаскивали их дальше в море. Для животного это лишь игра, они отрабатывают приемы охоты и могут быть очень жестокими, как кошки, которые играют с мышью. А вот осьминоги вряд ли смогут схватить и утащить тебя на дно своими щупальцами. Они используют их совсем для других задач. И если уж они захотят атаковать человека, то только в целях самозащиты. Если на них наступят, то они будут использовать яд или чернила. Название фильма, как всегда, ищи в описании к ролику. А пока пиши в комментариях, какие морские животные тебе нравятся и каких ты боишься сильнее всего. И не забудь подписаться на канал и поставить лайк, чтобы классные сюжеты выходили как можно чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова